Сегодня Верх-Шуисецкий райсуд Екатеринбурга оправдал бывшего охранника Ельцин-центра Александра Васильева, который в прошлом декабре пририсовал шариковой ручкой глазки двум фигурам на картине Анны Липорской, ученицы автора «Черного квадрата» Казимира Малевича. В конце августа Мировой суд того же района признал нечаянного соавтора полотна из Третьяковки за 75 миллионов рублей, контуженного в Чечне ветерана, виновным в вандализме, и приговорил Чоповца к 180 часам обязательных работ, плюс к принудительному лечению психиатра. Но районный суд отменил приговор Васильеву, как заявил послесудного решения юрист Александр Бушмаков. Картина от действия его подзащитного не была обезображена. Сейчас полотно выглядит даже лучше, чем прежде. Картина выставлена в еврейском центре в Москве. Суд апелляционной инстанции не усмотрел в действиях Васильева состава преступления. Далее цитата «Приветствую торжество правосудия». Я счастлив, я очень счастлив, что меня оправдали, что сделали, все спокойно, все нормально. Чисто сказать, у меня в голове осколок. Я прошел две войны, ноги перебиты, я сидел сейчас в комнате, и мне стало плохо, и я пошел на улицу. Так что я в этом деле плохо понимаю. По словам адвоката, его клиент после судного решения вряд ли будет добиваться компенсации. Дескать, он устал от судебных разбирательств. Правда, иск о возмещении ущерба Васильеву может предъявить страховая компания, по слухам заплатившая за реставрацию полотна три фигуры – 250 тысяч. Главным аргументом для суда апелляционной инстанции стал тот факт, что доказательства, которые легли в основу приговора мирового судьи, не позволяют сделать безусловный вывод о том, что Васильев имел умысел и совершил акт вандализма. К картине был нанесен ущерб, который, однако, нельзя трактовать как обезображивание полотна. Впрочем, новый судный приговор, судя по всему, пока нельзя считать окончательным. Прокуратура намерена изучить оправдательный приговор, чтобы решить, есть ли основания обжаловать его. Так что у мелодрамы о пририсованных глазках на полотне из Третьяковки вполне возможен и третий акт.